Зоя Ивановна Воскресенская для советской деятельности и были необычайно популярны в свое время. Книги Зои Воскресенской легли в основу радиопьес и кинофильмов по ее же сценариям. Сегодня книги Зои Воскресенской воспитывают детей в духе любви к родине, в духе патриотизма. Исакогорская детская библиотека предлагает вниманию читателей произведение Зои Ивановны Воскресенской «Первый дождь». Мама уложила Катюшкина и Гаврюшкины шапки и варежки в сундук, посыпала их белым пахучим порошком. Зима кончилась. На ветках липы под окном зажглись маленькие зеленые огоньки. Раскрылись почки. Пришла весна. Катюшка принесла из школы табель об окончании первого класса. Наступило веселое лето. Впереди у Катюшки пионерский лагерь. А вот что ждет четырехлетнего Гаврюшку? В воскресенье утром приехал дед. Мама сказала ему, что она ломает голову. Не знает, куда определить на лето сына. Гаврюшке было до слез жалко мамину голову, и он все утро хныкал. Дед успокоил маму и повез Катюшку и Гаврюшку к себе в гости в лесное. На электричке мчались сквозь леса, окутанные весенним зеленым дымком. Электровоз радостно гудел. На станции лесной сошли с поезда и сразу почувствовали, как хорошо пахнет весной. И всем сразу стало весело. Дедушка служил здесь главным сторожем детсадовской дачи. Из облаков цветущих яблонь проглядывала красная крыша дачи. Она еще пустовала, но все было готово к приему малышей. Дорожки расчищены и посыпаны песком. На веранде сушились выстроенные в ряд свежевыкрашенные белые кроватки. Катюшка и Гаврюшка пробежались по дорожкам, полюбовались на белые звездочки нарциссов. «Вы понюхайте, как пахнет яблоневый цвет!» – сказал дедушка и наклонил ветку яблони с пышным букетом на конце. Катюшка понюхала. Цветы чуть пахли из жасмина. «А теперь эту яблоню понюхай!» Катюшка нашла, что эта яблоня пахнет снежком. «Вот то-то!» – усмехнулся в усы дед. «По запаху цветов сорт каждой яблони определить можно!» Гаврюшка тоже понюхал и решил, что они пахнут ничем. Он все поглядывал на лужайку перед верандой. «Почему цветы бегают?» – спросил он деда. Дед рассмеялся. «Давай посмотрим, что это за цветы!» На лужайке в густой траве, как большие пушистые желтые цветы, копошились цыплята. Между ними, взъерошив на шее воротником перья, ходила большая рыжая квочка. Огненно-красный гребень курицы дрожал от волнения. У нее было много хлопот. Научить своих несмышленных детей отличать зерна от камешков, разыскивать каждому по червячку, следить, чтобы не налетел коршун и чтобы цыплята не заблудились в высокой траве. Гаврюшка хотел погладить цыпленка, но налетела курица и больно клюнула в руку. «Я хочу цыпленка!» – заплакал мальчик. «Это цыплята общественные, – сказал дед. «Куплены для детского сада 60 штук. На каждого ребятенка по цыпленку. Пусть ухаживают!» «И я хочу ухаживать!» Дед взглянул на сморщенный нос внука. «Так и быть! Пойдем в совхоз! Куплю тебе индивидуального цыпленка!» Катюшка не захотела идти в совхоз за одним цыпленком и осталась в саду. Она оборвала куриную слепоту на лужайке, чтобы цыплята не ослепли, выдернула на клумбе подорожник, чтобы он не заглушил цветы, а потом решила сбегать на опушку леса, посмотреть, не распустилась ли черемуха. Лес был еще прозрачный, а кусты черемухи на опушке загустели яркой зеленью и на цветах дрожали, как хлопья снежинок, белые цветы. Внизу из раскрытых, как ладошки, широких листьев выглядывали ландыши. Яблони и вишни, черемуха и ландыши цвели снежным цветом. А подойдет осень, и листья на деревьях станут золотыми, будут отдавать солнечные лучи, собранные за лето. Катюшка забралась в черемуховые заросли, срывала белые кисточки цветов, как вдруг над головой закрохотал гром, и посыпался дождь. Даже солнце не успело спрятаться в тучку, и дождь падал длинными светлыми струями. Катюшка спряталась под куст черемухи. Гром погромыхивал веселый, не страшный. Но вот солнце нырнуло в тучку, и дождь палил, как из лейки. Катюшка, перепрыгивая через лужи, побежала на дачу. Открыла калитку и вскрикнула. В лужайке сидела курица, от дождя она стала коричневой, сидела неподвижно, как глиняная. А вокруг нее лежали прибитые ливнем к земле цыплята. Их словно ощипали. Крылышки топорщились на голом тельце, как вылезшие ребра. Длинные шеи вытянуты, глаза закрыты. Эти цыплята были так не похожи на желтые пушистые цветы. Катюшка взяла в руки цыпленка и стала на него жарко дышать. Он дробнул лапками, словно сделанными из ломанных спичек. «Живой!» – обрадовалась девочка. Проворно сняла с себя платье и собрала в него цыплят. Курица сидела неподвижная, безучастная. Только на глаза ее надвигались серые веки, словно смахивали слезы. Она не шипела и не налетала, как утром. Катюшка перенесла цыплят на веранду и, наклонившись над ними, старалась согреть своим дыханием. Ливень яростно колотил в крышу. Перед Катюшкой было 60 маленьких жизней, и ей не хватало дыхания, чтобы согреть их всех. А дед с Гаврюшкой где-то пережидают дождь. Когда они вернутся? И вдруг она вспомнила, как дед, уходя, сказал «Вернемся, затоплю печку. Будешь помогать мне готовить обед». Катюшка побежала на кухню. Печка была полна дров, и даже березовые шкурки для растопки лежали под дровами. Теперь Катюшка знала, что делать. Она зажгла спичку, поднесла ее под березовые шкурки. Огонек поплыл вправо-влево, белый дым окутал дрова. Катюшка перенесла цыплят в кухню и разложила на половике перед шестком. Когда огонь разгорелся, в печке спрыгнула кошка. Она выгнула спину, как верблюд, потом посмотрела узким зеленым глазом на цыплят и выпрямилась, как тигр. Катюшка схватила кошку и заперла в соседней комнате. Скоро на кухне стало жарко, как в бане, а цыплят шел пар. За окном засверкала мокрая трава. Туча пронеслась, снова светило солнце. «А живут или нет?» с тревогой думала Катюшка, переворачивая безжизненных цыплят на половике. Вскоре пришел дед с гаврюшкой. Дед взглянул на печку, на цыплят, вытащил папиросу из кармана. «Молодец!» – сказал он. «И кто это тебя надоумил?» Гаврюшка посмотрел на цыплят, раскрыл удивленно глаза. «Почему их раздели?» Это их дождь намочил. «Вот согреются, подсохнут и опять станут пушистыми», – объяснил дед. Цыплята стали попискивать. Сначала тихо. «Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-п Дед пошел в сад. «А мой цыпленок самый лучший!» – похвалился Гаврюшка. «Смотри, он пушистый и совсем не противный, как эти цыплята». В коробочке с круглыми окошечками попискивал Гаврюшкин цыпленок. «Никому его не отдам, сам воспитывать буду». Но Катюшка даже не взглянула на Гаврюшкиного цыпленка. Эти маленькие, жалкие, с выпученными глазами синеватые цыплята были для нее милее всех. Дед принес курицу. Она подбежала к тарелке с кашей, ворошила клювом пшено и звала цыплят, будто сама нашла эту тарелку с кашей, словно не было этого страшного ливня. Курица вместо благодарности больно клюнула Катюшку в руку. Стала опять хлопотливо, сердито и совсем забыла, как недавно была одинока. Цыплята встряхивались и снова становились пушистыми. Они весело пищали, и кошка в соседней комнате яростно царапала порог, няукала и рвалась на кухню. Все цыплята собрались возле курицы. Только один цыпленок остался лежать на половике. И хоть подсох, но пушистым не стал. «Жаль, погиб этот цыпленок», – сказал дед. «Курица не заметит», – вздохнула Катюшка. «А вот кто-то из ребят будет обижен. Приедут завтра утром 60 человек, а цыплят только 59». Дед усадил квочку с цыплятами в большой ящик. Курица распушила крылья, чтобы прикрыть своих детей. Она боялась дождя. «Эх, эх, не хватает нам с тобой одного цыпленка. Что мы завтра детишкам скажем?» «А?» – спрашивал дед курицу. Она не ответила. Она не знала, что ей не достает одного цыпленка. Курица не умеет считать. Катюшка, наклонившись над ящиком, глаз не спускала с цыплят, каждый из которых старался быть поближе к матери. Гаврюшка стоял рядом с коробкой в руке. В ней тоскливо попискивал цыпленок, словно перекликался с теми, что сидели в ящике. Дед сидел на табурете, разминал пальцами папиросу и чему-то усмехался. Все молчали. Только курица все квохтала и оглядывалась вокруг. Кажется, она догадалась, что не хватает одного цыпленка. Гаврюшка заглянул в коробочку на своего цыпленка и подошел к деду. «Дедушка, примут моего цыпленка в детский сад, ведь он совсем похож на других». Дед ответил не сразу. Он зажег спичку, долго прикуривал, и в глазах его поблескивали искорки от спички. «Должны принять, если ты этого захочешь», – сказал он наконец и выпустил облачко дыма. Гаврюшка посмотрел на сестру, та радостно кивнула головой. Тогда Гаврюшка вынул из коробочки цыпленка, подержал его в ладонях, вздохнул и опустил в ящик. Цыпленок весело пискнул. Гаврюшка хотел посмотреть, не обидят ли его другие, но уже не мог найти его среди пушистых и желтых, как цветы цыплят. Дед кинул папиросу в печку, усадил внука на колени. «Да, я совсем забыл сказать, что тебя тоже приняли в детский сад. Ты останешься здесь и будешь ухаживать за своим цыпленком, за всеми Катюшкиными цыплятами». Дед засмеялся, и всем стало весело. Только кошка царапалась в дверь и жалобно мяукала. Субтитры создавал DimaTorzok